Раз у нас общий европейский рынок сельскохозяйственной продукции, должны быть равные условия для конкуренции восточных и западных аграриев. Об этом в марте в Братиславе договорились Хорватия, Чехия, Польша, Венгрия и страны Балтии. Но можно ли равняться на голландцев с немцами, когда они свои хозяйства развивали веками, поколениями? А у нас частная собственность на землю восстановлена всего-то четверть века назад, говорят фермеры. Не то, что литовский фермер должен получать, допустим, как фермер Дании или немецкий. Это, конечно, невозможно. Но среднеевропейскую выплату мы должны получать. Если мы живем на наш уровень такой, значит, мы должны такой получать. Ну, конечно, нам не надо платить там 3000 евро зарплату. Это мы все, наверное, понимаем. Но среднеевропейский, я думаю, что как раз вот следующий период – это один из задач, чтобы получить среднеевропейскую. Сейчас разница есть до двух с половиной раз. Прямые выплаты из еврофондов для фермера – немалое подспорье. Особенно таким дождливым летом, как это. Рискуешь не собрать на семена, делятся землевладельцы. К тому же молодежь Литвы предпочитает зарабатывать на фермерских хозяйствах Запада. Попробуй удержать их здешними зарплатами. Чтобы добиться от Брюсселя большей помощи, нужна кооперация на уровне восточноевропейских стран. А мы внутри страны общий язык найти не можем. Как бы у нас кооперация – это колхоз. Она как бы неприемлема человеку. А без кооперации, без общей возможности, очень тяжело договориться хорошей цены. Нету давления на переработчика, на продавателя. И Европа где-то кооперирована, старая Европа около 80%. Они могут сказать, если ты не будешь покупать за 30 или 40 евроцентов, мы тебе не будем продавать. Такая ситуация в Литве с молочниками. Сдавали много лет сырое молоко посредникам себе в убыток. В последствии при нашем изобилии молочных продуктов Литва столкнулась этой осенью с дефицитом сливочного масла. Сразу взлетели цены. Субсидии молочникам Литвы, которых долго добивались от Брюсселя, составили в итоге меньше сотни евро на хозяйство. Еще различия Востока с Западом. В Германии 9 десятых сельскохозяйственной продукции съедают сами немцы. В Литве не больше половины, остальное назначено на экспорт. И санкции против России выбили почву из-под ног балтийских фермеров на годы. Пришлось сбывать продукты в Африку и подстраиваться под Китай. Попутно пострадали фермеры в Финляндии. Литва наполнила Европу своим дешевым молоком. Так что аграриям придется объединяться и решать свои проблемы вместе. Стихи, эпидемии, защитники животных, генная инженерия и Брексит. Как порешили участники встречи в Вильнюсе, мы разные, но это к лучшему. Наталья Гаврюшова, Олдрес Андреяускас, Первый Балтийский канал.